Украинская столица 17.00 в эфире выпуск новостей и о главных событиях к этому часу. Россия вновь заблокировала освобождение заложников и полицзаключенных. Переговоры в Минске не привели к результатам. Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Гераченко. По ее словам, Украина предложила ряд компромиссных вариантов. Среди них освободить людей с тяжелыми заболеваниями, в частности отпустить боевика Алексея Седикова в обмен на полицзаключенного Станислава Клыха. Россия отказалась от всех предложений. Корабль британского военного флота пришвартовался в Одесском порту. Здесь он пробудет несколько дней. Судно предназначено для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок и десантных кораблей. Корабль «Эхо» проведет общие маневры с флагманом военно-морских сил Украины фрегатом Гетьманом Сагайдачным. Через 21 день британец должен покинуть акваторию Черного моря. О переходе в новосозданную Православную Церковь Украины заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Дробинко. Ранее он был в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Своё решение Дробинко огласил во время литургии в Спасо-Преображенском храме в Киеве. Его поддержали приходской совет и прихожане. Все мы стали свидетелями того события, которое именуется Собором Православной Церкви Украины. И на нашей украинской святой земле возникла единая каноническая Украинская Православная Церковь. Она отныне признана Вселенским Патриархом. От него мы получили также и верительную грамоту благословенную, которой признается и наш сам, и наше служение, и место нашего служения. Чтобы не говорили недобрые люди, которые не хотят, чтобы я был с вами, а вы со мной. Александр Дробинко – один из двух представителей Московского Патриархата, участвовавших в Объединительном Соборе 15 декабря. На нем избрали предстоятеля Новосозданной Православной Церкви Украины. Им стал епископ Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Епифаний. За участие в Соборе Синод Православной Церкви Московского Патриархата лишил Александра Дробинко и митрополита Винницкого и Барского Симеона епархии. Константинопольский патриархат оставил епархии за митрополитами. Праздник святого Николая у христиан восточного обряда. По преданиям, Николай жил в IV веке и был епископом в турецком городе Мира. При жизни был известен своей добротой, примерял врагов, а также оберегал и защищал детей. Согласно традиции, считается, что на протяжении года Николай записывает в волшебную книгу поступки каждого ребенка, а в ночь накануне праздника приходит только к послушным детям, и если они слушались родителей, кладет им под подушку подарки. Если нет, то мог принести и розгу, однако обычно никто без подарков не остается. Пирожки с картошкой, печенкой, сладкие булочки, а также детские рисунки и мотанки ручной работы. Такие подарки получили бойцы на передовой. Волонтеры работали всю ночь, чтобы успеть к празднику святого Николая порадовать военных вкусной домашней выпечкой. Собранные посылки передали на позиции в Луганской области через Центр гражданско-военного сотрудничества. Вот так из-под легкой руки Людмилы выходят пирожки с картошкой и печенкой. Их уже налепило больше сотни. Легли где-то в пол третьего и встали в пять. Рецепт из двух видов теста – дрожжевое заварное тесто. Этот рецепт еще в начале нашей деятельности дала нам одна волонтерка. Чем оно хорошо – тесто не черствеет долго. Потому что бывает, пока они доедут до позиции бойцов, много времени проходит. А эти и на второй день будут мягкими. Людмила начала помогать украинским военным четыре года назад. Тогда ее сын добровольцем ушел служить в батальон «Донбасс». Тогда это была необходимость. Физическая необходимость. Я нашла близких по духу людей, начала плести сетки. И это уже четыре года так. И пекли, и вареники с пельменями лепили, и торты делали к празднику с подписями. Галина помогает упаковывать готовую выпечку. На каждой коробке женщина пишет короткие пожелания бойцам. Пожелания – пусть парни берегут себя, берегут Украину. Мира, согласия и победы. Мы с ними. Все приготовленные подарки волонтеры передают на передовую через центр гражданского военного сотрудничества. Большая часть таких грузов доставляется в большие города, после чего группы гражданского военного сотрудничества перевозят на передовую, где непосредственно передаются командирам подразделения и тем бойцам, которые исполняют обязанности на линии соприкосновения. Кроме пирожков, офицеры привезли на позиции детские рисунки и мотанки ручной работы. Бойцы сразу организовывают чаепитие с гостинцами. Этого тут не хватало. Напоминают пирожки домашнюю обстановку. Это очень-очень важно для бойцов, как бы там ни было. Тут уже суть не в пирожках идет, а именно про память и отношение к самим людям. Оно, скажем так, что и подогревает, поднимает настроение. Волонтеры, тем временем, уже взялись за приготовление новой партии пирожков. Хотят, чтобы к Новому году как можно больше бойцов получили от них вкусную домашнюю выпечку. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮЭТВ. И галерея уличного искусства в Киевском метрополитене. Теперь на стенах станции метро Сокорки 8 муралов, посвященных национальному единству и историям реальных людей. Артем Хоменко расскажет больше. Он прошел Иловайский котел, потерял ногу, 5 дней пролежал в лесу без еды, попал в плен и не погиб. Все благодаря своим знаниям и навыкам выживания. Теперь ветеран АТО Владимир Донос, герой сюжета одного из муралов на Сокорках. Первая мысль была, снова кто-то хочет попиариться на АТОшниках перед выборами. Я знаю много ребят, более достойных представлять всех нас. Он скромничает и свою историю рассказывает неохотно. Приехать на открытие рисунка его убедила жена Ярослава. Нет, не хотел он ехать, но я ему сказала, это не сколько для тебя, сколько для людей, для молодежи, для тех молодых ребят, которые возвращаются с травмами и думают, что жизнь на этом заканчивается. Но она не заканчивается, и ты этому пример. После реабилитации Владимир вернулся к прежней жизни и работе. Он учитель физкультуры, а еще преподает защиту Отечества. В основном, да, слушает внимательно. Мою историю знает, город у нас не очень большой. Рядом с Владимиром другой мурал – Саматкана. На нем женщина плетет ковер в форме Украины. Я проходила мимо и говорю, это про меня, я вышиваю. Всего здесь восемь рисунков. О мире, детских мечтах и разрушенной Авдеевке, крымских татарах и музыке. Куратор проекта говорит, не смогли выбрать одну тему для станции, поэтому нарисовали сразу все. Думали управиться за полтора месяца, но вышло четыре, потому что работать могли только после закрытия метро. Художников пригласили из Бельгии, Бразилии, Коста-Рики и США. Когда приезжает иностранный художник, создает здесь работу, у себя выкладывает или попадает где-то в медь, это обретает больше международный формат. Я в целом сторонник того, что если говорить о иностранных художниках, то классно, когда они welcome к нам, а украинские художники тоже едут и продвигают украинскую культуру или мастерство за пределами Украины. Сегодня уличное искусство – это та диковинка, ради которой люди приезжают в Нью-Йорк, Лондон. Мы бы очень хотели, чтобы и Киев стал таким городом. Разрисовывать другие станции киевской подземки организаторы проекта пока не планируют. Артем Хоменко и Антон Куница, UATV. К этому часу пока что все. Больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.UA. Следующий выпуск менее чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова